Если что, это машина Dodge Diplomat. Прошу любить и жаловать. Всем привет, дамы и господа. Меня зовут Энтони Хопкинс. И сегодня хочу показать классные текстуры, модно-текстуры. Называется модификация текстуры Нью-Йорка. Давайте посмотрим, потому что это уникальные текстуры. Ну вот реально, я таких раньше не видел. И первое, что бросается в глаза, посмотрите, как преобразился город. Конечно, это просто формальность, то есть мы можем проехать. Посмотрите. Да, но в целом, конечно, город преобразился. Ребята, я помню такие штуки. Обычно по ним поезда вроде ездят. Я точно не знаю, конечно, но такие штуки были в Driver 2. Это очень старая игра на PlayStation 1. Кто играл, может вспомнит. Я обожал эту игру. По сути, это была GTA моего детства. Driver 2. Мы там тоже могли кататься на машине, выходить, заходить в другие тачки, проходить миссии. И чем-то мне эти текстуры прям напоминают Чикаго. Хотя это вроде Нью-Йорк. Но посмотрите, все очень похоже. Даже вот есть подобие лежачих полицейских. Но опять же, опять же, вот бак какой-то с грязью. Она как будто в воздухе висит. Но в целом, в целом, ребят, текстуры очень приятные. Давайте проверим. А, нет, вот тут я уже не могу проехать. Видимо, какая-то невидимая стена. Это реально уникальные текстуры. Оценили их очень тепло. Я их нашел на Liberty City. Установка, ну, безумно простая. Всего лишь нужно все это дело перекинуть в мод Loader. И все у вас будет работать как часики. Посмотрите, все эти фасады зданий. То есть, это далеко не Лос-Анджелес, ребят. Это Чикаго-Нью-Йорк. Прям вот эти лестничные площадки. Да, классно. Мне безумно нравится. Я думаю, даже глупо отключать данный мод. Потому что разница прям на лицо видна. Как все это дело преобразилось. Конечно, изменился не весь город, а лишь какая-то его часть. Примерно процентов 40. Но, несмотря на это, это все равно очень красивые текстуры. Посмотрите, вот еще вот тут здание есть. Даже добавили площадку баскетбольную. Вот как эти здания преобразились. И, посмотрите, вот тут мусор. Какие-то работы ведутся. Такого я еще не видел, кстати. Ну, да, видите, мы смело все проезжаем. Потому что данный мод не добавляет объекты. Это все иллюзия. Это все текстуры какие-то пустые. Но они тоже придают вид красивый. И мне нравится. Я вам скажу, по правде говоря, очень красиво. Чувствуется атмосфера другого города. Даже несмотря... Смотрите, мы просто заехали в это здание. Но если отбросить все эти формальности. И добавить какой-то осенний мод. Я думаю, будет шикарно. Прям все эти дома, все эти фасады. Прощай, Лос-Анджелес. Ван Вэй. Направо. Новые знаки. Манхэттен. Манхэттен. Авеню и тому подобное. Так, а давайте-ка мы отправимся чуть подальше. Потому что я дальше не выезжал. Мне интересно даже. Я вот смотрю их, можно сказать, первый раз. Я до этого запустил. Один раз посмотрел район Гантон. Увидел разницу. И начал снимать обзор. Ну и по сути, это же просто текстуры. Тут нужно все показывать. И даже добавить толком нечего. В плане словарного запаса. Ну, вроде посмотрели. Я хочу проверить, что-то ли поменялось в Даунтауне. И потом вернемся обратно по классике. Также немного преобразился район Джефферсон. Сразу видно новые дома. Новая отделка у зданий. Тоже интересно. В принципе, на этом все. Район Даунтаун. Район центра. Не особо поменялся, к сожалению. Но и на этом спасибо, как мне кажется. Возможно, рано или поздно выйдет полный пак текстур в стилистике Нью-Йорка. Возможно. Я такого не исключаю. Было бы очень классно. Было бы здорово. Потому что, кто помнит, есть модификация для города Сан-Фьерро, которая заменяет текстуры в стилистике Мафии 2. Так что имейте в виду. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Это был такой мод, как текстуры Нью-Йорка. Be safe, be well and God bless you. Аригато и всем пока. Ну и, конечно, хочу сказать спасибо этому человеку за первую подписку на Патреоне. Спасибо, Илья. Это не может не радовать. Если вы желаете поддержать канал, вы можете сделать это на Патреоне, став патроном канала. Ссылка будет в описании. Ссылка будет в описании.